Рыдал 36-летний житель Иркутского района. Возможно, не совсем правдивый мужчину задержали после того, как в полицию обратился водитель такси. Потерпевший рассказал, что подозреваемый угрожал ему ножом и забрал автомобиль. Обнаружить транспортное средство удалось с помощью камер видеонаблюдения. Установлено, что злоумышленник бросил машину в одном из садоводств на Александровском тракте, после чего действительно пошел домой и лег спать. Здравствуйте! О главных событиях этого дня я и мои коллеги расскажем в ближайшие полчаса. В эфире новости по будням. Смотрите в программе. В Иркутске украли невесту и жить ей пришлось в цыганском таборе. Сегодня узнаете, как женщине удалось сбежать и почему она против вмешательства полиции. Сотрудники полиции задержали жителя Усть-Кута, которого подозревают в педофилии. О состоянии его жертвы, 4-летней девочки, расскажем сегодня. Сегодня в Иркутске стартовал конкурс профессионального мастерства среди строителей. Задача 6 команд сделать капитальный ремонт в детском доме. Все подробности в нашем выпуске. Запустили в небо яркие аэростаты в Лондоне, чему посвящена воздушная регата. И когда в регионе пройдет кулинарный фестиваль, поведаю в рубрике «Повесточки». А начинаем мы выпуск с новости о семейном конфликте, который произошел в Иркутске, но уже обсуждается на федеральном уровне. Причина такого резонанса – участие в нем цыганского табора и нарядов полиции. События развивались в одном из кризисных центров для женщин. Туда за помощью обратилась испуганная иркутянка с гематомами и отеками. Она жаловалась на рукоприкладство со стороны своего сожителя, представителя одной из этнических групп. Мужчина не заставил себя ждать, приехал за любимое в сопровождении многочисленных родственников. Так как новая постоялеца добровольно уезжать отказалась, события вылились в штурм здания. Прекращать его неоднократно приходилось полицейским. Им было подано заявление о побоях, но позже женщина его забрала, после того, как неожиданно пропала. Сотрудники кризисного центра всерьез обеспокоены ее судьбой. Переживают до сих пор, потому что все эти две недели, пока она у нас находилась, нас периодически атаковали. Сегодня мне буквально звонили, требовали убрать все статьи из интернета. Чтобы эта история замялась, убирать мы, конечно, ничего не будем. Мы, наоборот, еще больше будем писать, потому что то, что происходят такие ситуации, и что женщин забивают до такой степени, это неважно делать даже не в национальности, а все в чем-то. Это в том, что женщины терпят побои и продолжают оставаться в таких ситуациях. Данную ситуацию в полиции отслеживают, в том числе из-за детей. У главной фигурантки событий их трое. Место жительства женщины и ее гражданского супруга установлено. Туда теперь будут приезжать с проверками сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Пока, по данным силовиков, причин для наказания родителей, и тем более изъятия детей из семьи, не выявлено. Жительницы региона нередко оказываются в трудной ситуации. Причины разные. Домашнее насилие, потеря работы или жилья. Где искать спасение, многие не знают. Хотя в Прибайкалье есть место, где женщинам готовы помочь. Причем не только питанием и кровом, но и дать толчок к развитию. Алена Полоненко продолжит. Научить ребенка ходить дело не быстро. Это сейчас Олеся может спокойно уделять время дочке и не переживать за ближайшее будущее. Женщина с малышкой живет при благотворительном фонде «Оберег». Здесь они получили крышу над головой, питание, игрушки. И все это бесплатно. Хотя еще несколько месяцев назад Олеся оказалась почти что в безвыходной ситуации. Я понимала, что нет жилья. То есть вопрос работы тоже был напряженный. Так как я уже была беременна на пятом месяце. Я понимала, что на меня на два месяца никто не возьмет на работу. И я понимала, что не выходя с роддома, у меня ее заберут. А я этого просто допустить не могу. Ради шанса на новую жизнь Олеся отправилась из Братска в Иркутск. В Прибайкале вообще практически нет центров, где помогали бы женщинам, попавшим в трудную ситуацию. Поэтому в «Оберег» приезжают из разных уголков региона. И не только нашего. Одновременно здесь проживают около 65 человек. Мамы с детьми разного возраста. Многие оказались тут, потому что лишились работы, жилья. Из-за конфликта с родственниками. Особая категория – женщины, страдающие от домашнего насилия. В среднем это где-то половина из обратившихся. То есть девушки, которые так или иначе находились в ситуации насилия. Иногда бывают случаи, что прямо вечером приходит человек и говорит, я ушла из дома, сбежала, взяла ребенка, документы и пришла к вам. А иногда это бывают люди, которые живут постоянно в такой стрессовой ситуации. И вот узнав о фонде, заранее, допустим, при ЕФ, узнав об условиях проживания, все-таки они принимают решение изменить свою ситуацию. Изменить ситуацию благодаря помощи фонда удалось уже почти пяти тысячам матерей с детьми. В приюте при фонде они живут от месяца порой до нескольких лет. Малышей устраивают в детсад, ребят постарше в школу. Самими женщинами работают психологи, юристы. Живущие здесь посещают тренинги. Они должны читать книги, учить стихи. Тем, у кого нет работы, помогают ее найти. Это как раз ситуация Ирины. Она пришла в фонд в апреле, сейчас на новом месте работы уже идет на повышение. И готовится исполнить свою мечту – пойти учиться на повара. Уверена, этому было бы не суждено сбыться, не обратись она за помощью. У меня не получилось, потому что я, во-первых, одна воспитываю детей. И то, что не было бы возможности такой, допустим, да. Нравне с возможностями есть и обязанности, главные из которых – менять свою жизнь в лучшую сторону. Сидеть сложа руки не дадут, помогут, чем могут. А дальше все уже зависит от самого человека. Алена Полоненко, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Долгая реабилитация понадобится 4-летней девочке из Усть-Кута, которая накануне предположительно стала жертвой педофила. Подозреваемый, который оказался местным жителем, задержан. По версии следствия, преступление пожилой мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения после совместного распития крепких напитков с отцом ребенка. О произошедшем девочка рассказала родителям, которые и сообщили в полицию. Сейчас подозреваемый заключен на два месяца под стражу, с ним работают следователи. Состояние ребенка врачи и психологи оценивают как удовлетворительное. Известно, что семья на профилактических учетах не состоит. В настоящее время проводится комплекс оперативно-расследственных и следственных действий, направленных на восстановление всех обстоятельств совершенного преступления. По результатам расследования уголовного дела будет принято правовое решение по данному преступлению. Обстоятельства не преступления. А вот этой аварии выясняют полицейские региона. Требуется помощь очевидцев. От их информации будет зависеть исход расследования ДТП в Шельховском районе. В аварии накануне вечером погиб молодой мужчина и еще пятеро людей, среди которых беременная женщина и семилетняя девочка, были госпитализированы. Другое расследование в отношении министра лесного комплекса региона тоже завершено. Но прокуратура требует отстранить чиновника от должности с формулировкой в связи с утратой доверия. В ведомстве уточняют административное исковое заявление никоим образом не связано со скандалом о рубке леса в заказнике Туколань и тем, что чиновник в настоящее время находится под стражей. Обращение в суд – результат давней проверки, которую завершили еще в прошлом году. Нарушение антикоррупционного законодательства нашли в декларациях о доходах министра. Сведения, которые он указал, квалифицировали как «заведомо неполные и недостоверные». При предоставлении сведений о своих доходах министрам не было отражено за 2016 год доходы, поступившие от реализации автотранспортного средства, от вкладов в кредитных организациях. Кроме того, в 2017 году были завышены доходы почти на 200 тысяч рублей. Указанные нарушения в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона о противодействии коррупции являются основанием для увольнения и освобождения от должности такого лица в связи с утратой доверия. Доверия надзорного ведомства лишился также заместитель регионального министра строительства и дорожного хозяйства Евгений Липатов. У него прокуратура обнаружила незаконное совместительство. Чиновник занимался предпринимательской деятельностью, состоял одновременно на государственной гражданской службе и был депутатом муниципального образования. Соответствующий иск в суд с требованием увольнения был удовлетворен буквально на днях 18 июня. В министерстве намерены обжаловать это решение. А пока к другим темам дня. В Иркутской области началась череда школьных выпускных. И пока будущие абитуриенты отдыхают, сотрудники полиции продолжают работу. Все дело в том, что сейчас в столице региона запрещена продажа алкоголя с 2 часов дня до 11 вечера. Но, как известно, далеко не все предприниматели это правило соблюдают. Ежедневно сотрудники полиции проверяют более 50 магазинов. В среднем нарушения выявляют в каждой третьей торговой точке. Где-то алкоголь продают взрослым, где-то детям, что, естественно, запрещено. Проверки проводятся с помощью контрольных закупок. На практике это выглядит так. В магазин заходит молодой человек, просит продать ему спиртное, берет бутылку, чек и выходит. Спустя несколько минут подставной клиент возвращается, но уже не один, а с сотрудниками полиции. Дальше все идет по одинаковому сценарию. Составляется протокол, изымается алкоголь и накладывается штраф. В соответствии с постановлением правительства номер 313 в отношении юридических лиц, предусмотря административную ответственность, вплоть до денежного штрафа в размере 300 тысяч рублей. По решению суда уже будет ясно, что с этой алкогольной продукцией будет дальнейшим. А вот для абитуриентов наступает пора проверки знаний. С сегодняшнего дня открылись приемные комиссии при всех высших учебных заведениях страны. Какие факультеты наиболее востребованы в нашем регионе и велик ли конкурс на каждое место, выяснял Давид Азизов. Артем Козлов уже не первый абитуриент, который принес документы в приемную комиссию, хоть открылась она только сегодня. Дата единая для всех вузов страны. У молодого человека это уже второе поступление в учебное заведение. Пару лет назад аркутянин закончил техникум, поработал по специальности и решил получить высшее образование. С факультетом пока не определился или филологический, или журналистика. Я не хочу свою работу пока покидать. И у меня технические специальности трудно усваиваются. А гуманитарная наука легче дается. Я выбирал между тем, на что у меня будет меньше времени уходить. И, ну, ситуация еще время на работу. Выбор достаточно смелый. Традиционно на эти два гуманитарных факультета один из самых больших конкурсов. По мнению преподавателей вуза, связано это не только с престижностью профессии. Хоть большая часть абитуриентов и выбирает будущую специально сознательно, немало и таких, кто идет по пути наименьшего сопротивления. В первую очередь это еще связано с тем, что именно для поступления на эти направления требуются такие популярные предметы, как общество знания, история, которые предпочитают вызывать абитуриенты. Ну, помимо русского языка и математики, конечно. Несколько иная картина. В технических университетах здесь самые востребованные факультеты, те, на которых дают специальности, связанные с недропользованием и нефтегазодобычей. Всего же большая пятерка вузов областного центра примет на бесплатные места около 8 тысяч студентов. Учитывая, что в этом году 11 классы средних школ закончили чуть более 13 тысяч человек, конкурс не такой уж и жесткий. В этом году Иркутский госуниверситет представляет более 2 тысяч бюджетных мест традиционно. Впереди только политех. У него всегда бюджетки немного выше и третье, и далее места с большим отрывом занимают уже Иркутский медуниверситет, экономическая и сельскохозяйственная академия. Во всех этих вузах на бюджетные места документы будут приниматься до 26 июля. Давид Азизов, Алексей Бондаренко. Новости по будням. Все профессии нужны, все профессии важны. Отражает ли это знаменитая поговорка о положении дел на современном рынке труда? Наверное, нет. Ведь не секрет, что некоторые специалисты пользуются меньшим спросом у работодателей. Какое образование позволит без проблем трудоустроиться? Именно такой вопрос мы задали сегодня жителям Иркутска. Ответы горожан далее. Мне кажется, дефицит технических специалистов. Потому что у нас сейчас все хотят быть блогерами, много зарабатывать. А вот технических специалистов нет. Ну и потом все равно страна же не может только продавать, надо же производить. Технической, медицинской и рабочей профессии нужны. Больше сейчас нафиг никому не нужно, по-моему. Медицинская лучше, мне кажется. Потому что медики нужны всегда и везде. И легко найти работу, мне кажется. Техническая, наверное, лучше. Хорошие деньги можно только в ИТ-технологии заработать. В результате сегодняшнего опроса большинство людей отдали предпочтение техническому образованию. В фаворе такие специальности, как инженеры, строители и программисты. Но самым главным является то, что останется в голове после получения этого самого образования. Олег Федоров, Андрей Назаров. Новости по будням. Теперь же перейдем к теме, о которой сегодня не говорил разве что ленивый. В эти минуты продолжается прямая линия с президентом России. За последние три часа было сделано уже немало громких заявлений. Так Владимир Путин объявил, что в ближайшее время будет увеличено пособие на ребенка от полутора до трех лет. Что еще сказал президент и какие вопросы ему задавали, узнаете в следующем материале. Большая часть жителей России сегодня была прикована к экранам телевизоров и мониторов. В прямом эфире прошла одна из самых рейтинговых программ. По состоянию на 20.00 Владимир Путин вот уже более трех часов отвечает на вопросы населения. Все это время телезрители не щадили президента. В самом начале прозвучал вопрос, почему в стране падают доходы населения. Чуть позже Владимиру Путину пришлось отвечать на провокационное сообщение, которое звучало так. Куда нас ведет банда патриотов из Единой России? Накал прямого эфира, как могли, пытались снизить журналисты федеральных каналов. Сначала они показали поликлинику, в которой не было ни одного человека. Затем рассказали умилительную историю о спасении косаток в Приморском крае. Но то, чего ждут жители Иркутской области, пока так и не произошло. Хотя время еще есть. Евгений Шоев, новости по будням. Одна из наиболее проблемных сфер в Прибайкале это здравоохранение. Поликлиникам и больницам не хватает трех тысяч медицинских сотрудников. Высшего и среднего звена. Ситуация с оснащением таких учреждений также оставляет желать лучшего. Особенно в отдаленных территориях. Эти и другие проблемы были озвучены в ходе рассмотрения вопроса о реализации национальных проектов в регионе. Обсуждение проходило в рамках 16-й сессии законодательного собрания. Парламентарии коснулись целого ряда важных тем. И возведение спортобъектов, и строительство контейнерных площадок для вывоза мусора. Особо интересовал депутатов вопрос о состоянии здравоохранения. Ранее парламентарии обращались к правительству с предложением увеличить расходы по этой статье в текущем году. Речь шла о миллиарде рублей. Однако добиться выделения дополнительных средств не удалось. При том, что в конце 2018 года в бюджете остались деньги. В счетах осталось 15 миллиардов. Мы могли бы на эти деньги и зарплату поднять, и оборудование дополнительное купить. И в целом нам для того, чтобы реализовывать нацпроект, нам необходимо базовые условия создать для того, чтобы было на чем строить дальше это красивое здание, которое предлагает построить президент. Это функция региональной власти. Еще одна важная составляющая реализации национальных проектов – это достаточное количество квалифицированных кадров. А для этого необходимо отладить взаимодействие с вузами региона. Я уверена, что кадровое обеспечение для реализации этих проектов недостаточно. И мы должны в нашем регионе сделать так, чтобы люди у нас оставались у нас и реализовывали эти нацпроекты. Но не только реализацию нацпроектов успели обсудить депутаты. Было рассмотрено в общей сложности 58 вопросов. Заслушан отчет главы региона об итогах деятельности правительства за 2018 год. Также было принято решение о награждении почетным знаком первого губернатора Иркутской области Юрия Ножикова признание двух известных жителей при Байкале. Козлова Юрия Андреевича, хирурга, Ивана Матрюзинская больница. Это человек мировой медицины. И вторая была кандидатура, тоже всем известная, Мароков Илья Алексеевич. Человек, который внес огромный вклад в наше развитие сельского хозяйства. Внести вклад в развитие одного из иркутских детских домов решили строители. Все они участники конкурса профессионального мастерства, который стартовал сегодня в Иркутске. Подробности у Даниила Седова. Сотни килограмм шпатлевки, литры краски, алебастеры, многое другое. Все это не только стройматериалы, но еще и инвентарь конкурса профессионального мастерства среди строительных бригад Иркутска. Сегодня команды начали первый и, пожалуй, самый простой этап соревнований. С помощью шпателя мастера очищают стены от старых обоев. К такой работе штукатур Максим Калинин уже привык, да и соревнования для него не дебютные. Вот только на этот раз победа не главная, ведь площадкой для проведения турнира стал один из иркутских детских домов. На самом деле приятно, что что-то после тебя останется. Дети будут в более комфортных условиях, а не в этих, которые сейчас находятся. То есть, да, доставляет какое-то моральное удовлетворение. Работы у мастеров в рамках конкурса действительно хватает. Они должны будут поменять полы и выровнять все стены, разумеется, поклеить новые обои. И все это они должны будут сделать как можно быстрее и качественнее. Поэтому совершенно очевидно, что в конкурсе принимают участие настоящие профессионалы, а все остальные смотрят и учатся. Тем более поучиться есть у кого. В конкурсе принимают участие шесть строительных бригад Иркутска. Меньше чем за неделю они должны отремонтировать по одной комнате детского дома. Учреждение выбрано не случайно. Ремонта здесь не было уже очень давно. Таких капитальных ремонтов у нас не было более 20 лет. Косметические ремонты делали, текущие ремонты все-таки старались поддерживать в хорошем состоянии помещения. Но вот такого глобального, как сейчас, мы просто очень рады. Рады будут и дети, которые оценят старания конкурсантов, как только вернутся с летнего отдыха. То, как будут выглядеть комнаты, ребята уже знают. В создании дизайн-проекта участие принимали сами воспитанники. Они же выбрали обои и цвет стен. Тем не менее, строители наверняка преподнесут пару приятных сюрпризов. Ведь недаром их называют мастерами. Данил Седов, Виктор Черкашин. Новости по будням. Масштабные ремонты пройдут в этом году по всей Иркутской области. Реконструкция ожидает по меньшей мере 80 домов культуры. О том, что эти объекты нуждаются в ремонтах, мы говорили уже несколько раз. В некоторых населенных пунктах из-за неудовлетворительного состояния работа социальных объектов прекращена. Но все же большая часть домов культуры функционирует. Правда, не имеет необходимого, а главное, современного оборудования. В этом году ситуация хоть и не полностью, но должна измениться в лучшую сторону. Речь идет о соцобъектах в Ихирид-Булагатском, Усольском, Аларском и нескольких других районах. Капитальный ремонт планируется провести на 80 объектах. Медали получили и спортсмены региона на российских соревнованиях. Сразу после новостей о достижениях наших земляков расскажем, где и когда в регионе пройдет очень вкусный фестиваль. Иркутская самбистка Александра Канн стала сильнейшей в России. Спортсменка отлично выступила на первенстве России среди девушек, которая закончилась в Новороссийске. Примечательно, что состязания проводились среди ребят до 14 лет, а Александре всего 12. Наша землячка выступала в весовой категории 37 килограммов и стала лучшей. Это была единственная золотая медаль представителей Сибирского федерального округа. Снова попал в яблочко. Иркутянин Артем Черноусов выиграл 4 медали на всероссийских соревнованиях и Кубке России по стрельбе. Три награды, из которых два золота и бронза, он получил в личном зачете. Кроме того, третье место Артем занял среди смешанных команд, выступая совместно с Надеждой Колодой. Отметим, соревнования проходили в Московской области. Турнир по хоккею, посвященный памяти заслуженного тренера России Виктора Сиротинина, стартует в Ангарске 21 июня. Это уже четвертый мемориал, который организуют его ученики. Именно в межсезонье, когда все спортсмены дома, решено собираться, играть и вспоминать наставника, который дал путевку в жизнь многим ребятам. На турнир заявилось шесть команд. Дебютирует сборная Иркутска. Вход на трибуны большой арены «Ирмак» свободный. Данил Седов, Юлия Горзова. Новости по будням. Иркутск впервые станет отправной точкой международного ралли-марафона «Шелковый путь». Более 1300 участников из 43 стран мира на внедорожниках и грузовиках проедут 5000 километров по бездорожью России, Монголии и Китая. Финиш ждет спортсменов 16 июля в древнем городе Дуньхуане. Красоты озера Байкал, пески китайской пустыни Алашань и монгольской Гоби – все это будут видеть и преодолевать на своих внедорожниках участники ралли-марафона «Шелковый путь-2019». Также в этом году к ним впервые присоединятся любители мотоциклов и квадроциклов. В общей сложности из Иркутска стартуют 390 транспортных средств. Причем как участников, так и их ассистентов. Начало ралли назначено на 6 июля. Старт будет дан в 19.00 от московских ворот. За неделю до этого в областном центре заработает сервисный парк, где перед началом 10-дневной гонки будет обслужена вся техника. Маршрут участников распределен на три маршрута, скажем. Первый маршрут – это спортивный, второй маршрут – маршрут ассистенса, третий – это воздушный. Ралли сопровождается авиазвеном. Это и самолет-ретранслятор, который транслирует радиосигнал. Зона покрытия связи у нас порядка 500 километров с помощью маленькой радиостанции. Вы можете говорить на 400-500 километров. И, соответственно, маршрут спортивный делится еще на две части. Это ли озоны или дорожные связки, и, собственно, скоростной участок или спортивная часть. Спортивная и концертная программа запланирована на первом фестивале дружбы народов «Шаманы России». Его проведут в Ангарске в конце июня. На мероприятии ожидают около сотни служителей культа со всей страны. Гости смогут увидеть техники, костюмы и возможности представителей разных национальностей. Организаторы надеются, что фестиваль станет традиционным. А что еще интересного происходит в мире, об этом Юлия Горзова. Всем здравствуйте. Первый месяц лета стремительно приближается к своему финалу. Так бы сказал пессимист. Оптимист бы отметил, что впереди еще два с половиной месяца тепла и солнца. Чем себя занять в это время, расскажу сегодня. Те, у кого средств достаточно, могут путешествовать. Например, по Лондону. Там на днях прошла воздушная регата. Десятки шаров поднялись в воздух из парка. Разноцветные купола запустили не только радиовеселения горожан и туристов, но и с благой целью. Оказывается, воздушная регата – благотворительная акция, которая проходит уже четвертый год подряд. Организаторы собирают сотни тысяч долларов, чтобы потом передать деньги нуждающимся организациям. Коллективы различных организаций региона могут принять участие в гастрономическом фестивале. Он пройдет в Байкальске 29 июня. Это ежегодное соревнование, посвященное лучшему приготовлению блюд на гриле. За победу в поединке будут бороться корпоративные команды из кулинаров-любителей. А профессионалы будут оценивать приготовленные блюда. Как вы уже поняли, будет вкусно и весело. Не все так весело у сотрудников парка Роев Ручей в Красноярске. Им придется все лето выхаживать двух маленьких оленят. Крох в заповеднике обнаружили иркутские туристы и решили, что зверят нужно спасать. Забрали с собой и передали местным жителям. Оказалось, что трогать детенышей было нельзя. Вернуться обратно в дикую природу оленята не смогут, мать их не примет. Поэтому малыши и оказались в парке флоры и фауны. Повзрослевших их, возможно, выпустят на волю. Пускают волны ангарчанин Николай Солодков. Мужчина готовится к мировому рекорду по аватеркроссу, гонкам на снегоходе по воде. Пока главное достижение в заездах на дальность 212 километров. Чтобы побить его, ангарчанин который год подряд то усовершенствует своего железного коня, то меняет тактику езды. Пока его рекорд 57 километров. Однако надеяться, что за лето сможет потренироваться и, возможно, в следующем году превзойдет мировое достижение, которое, кстати, принадлежит норвежцу. Вот и все на сегодня. Проводите лето с пользой. До встречи. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости. И не забывайте про наш сайт ntsdfistv.ru. Я же на этом прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Мебелевич, мы выполним любые ваши мечты в реальность. Шкафы, кухни, детская мебель под заказ. Работаем с любыми материалами. Замеры проект абсолютно бесплатно. Звоните 70 78 70. 19 этажей комфорта и уюта. На Синюшиной горе возводится новый многоквартирный дом в уютном жилом комплексе. Для вас.